Сахарная вата Сахарная вата сладкий символ детства и беззаботности Имеет совсем не детский возраст Больше 600 лет За это время из лакомства аристократов Она успела превратиться в атрибут народных гуляний Стать разноцветной и подешеветь во множество раз Сахарная вата, яркая, воздушная и сладкая, как мед Является одним из тех нестареющих лакомств Которые способны на некоторое мгновение вернуть нас в далекий мир детства И навеять лучшие воспоминания о беспечных временах В Америке ее прозвали хлопковая сладость В Англии волшебная шелковая нить В Германии сахарная шерсть В Италии сахарная пряжа Во Франции борода дедушки Впервые сахарное лакомство получило известность в Италии в 15 веке Тогда это удовольствие считалось дорогим Ведь сахар был продуктом для богатых Да и создать эту удивительную по тем временам пряжу было нелегко Специального аппарата еще не существовало Сахар растапливали в кастрюле А тонкие сахарные нити получали с помощью вилок Процесс был крайне трудоемким Готовый продукт, считавшийся полноценным десертом Подавали на блюде с фруктами В 18 веке из сладкой ваты начали делать Настоящее произведение искусства Особую популярность приобрели Пасхальные яйца из сахарной пряжи Украшенные золотыми и серебряными нитями из карамели В 1897 году в мире сладостей произошла революция Вильям Моррисон и Джон Вартон изобрели машину для производства сахарной ваты Работающую от электричества Принцип чудо-прибора был тот же, что и сейчас Вата изготавливалась из растопленного сахара Который выливался сквозь сито на холодный вращающийся металлический барабан Когда в сахарный сироп придумали добавлять красители, вата расцвела Особой популярностью пользовался розовый цвет, а также голубой и желтый В 1900 году Томас Паттон показал в цирке фокус со сладкой ватой Зрители пришли в восторг А сахарная вата пошла в народ и стала еще чаще появляться в цирке, на ярмарках, в публичных гуляниях В 1920-х годах началась бойкая торговля новым лакомством Большой шар хлопковой сладости имел низкую себестоимость Продавцы с сахарной ватой всегда были в местах массовых гуляний И тоже устраивали своего рода представления Человек, эффектно и ловко наматывающий на палочку удивительные белые нити Вызывал у детей бурный восторг В СССР сладкая вата была одним из общедоступных лакомств Ее продавали в парках отдыха, на вокзалах и пляжах Прошло уже более 100 лет после изобретения аппарата для производства сахарной ваты Хотя принцип изготовления ее практически не изменился Техника и технология ушли далеко вперед по сравнению с первыми аппаратами Это и неудивительно, так как этот вид бизнеса ушел далеко от ярмарочных палаток Превратившись в целое направление пищевой индустрии Однако и сейчас где-нибудь при массовом стечении народа Можно увидеть продавца с сахарной ватой, с его аппаратом, окруженного детьми и родителями Кто-то начинает таким образом свой бизнес Кто-то вспоминает детство, а кто-то просто радуется жизни Сегодня, как и много лет назад, сладкая вата – непременный атрибут праздничных гуляний Аппараты для создания сладкой ваты установлены в парках, аттракционах, цирках и зоопарках Вопреки распространенному мнению, сахарная вата – не самое вредное лакомство Порция ее – это всего лишь 2 чайные ложки сахара, который многие из нас несколько раз в день добавляет в чай Побаловать себя этим лакомством могут и приверженцы строгих диет Так как калорийность большого клубковатой равняется примерно 50 калориям Субтитры создавал DimaTorzok